Привет, друзья, и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Таня, я третий год живу в Барселоне, в Барселоне лето, стройка, как всегда. Третий год уже стройка, так что если вдруг вам будет слышна дрель, я очень сильно прошу прощения. Сегодня я хочу рассказать о том, как на меня напали в аэропорту Барселоны, напал мошенник. Если вы подписаны на мой телеграм-канал, либо если вы подписаны на мой инстаграм, то вы уже знаете, что в аэропорту Барселоны орудует мошенник. Это мужчина, у него черные-черные волосы, многие думают, что это парик, это не парик, я, к сожалению, видела его очень близко, это реально его волосы. У него черный-черный костюм, черные брюки, ремень Гуччи, черные ботинки и большущий черный чемодан. Я в первый раз с ним столкнулась, когда я прилетела, по-моему, из Италии, и мы идем, значит, по аэропорту, подходит вот этот мужчина и говорит, «Слушайте, меня обокрали, я очень хочу есть, и можно, пожалуйста, вы мне купите в кофейне кофе, там, булочку, сэндвич какой-нибудь». Я такая, ну да, конечно, давайте пойдем. И он пошел впереди нас, и он так быстро шел, вы знаете, у него был огромный, вроде бы, тяжелый чемодан, а он его нес так, как будто, знаете, чемодан еще вокруг своей оси вращался, я думаю, наверное, он пустой. И мы подходим в кофейник, значит, к витрине, я говорю, секунду, вот прям одну секунду можно, я вот одно сомнение развею, я беру его чемодан, поднимаю, а он реально пустой. И так я понимаю, что человек меня разводит, я говорю, слушай, чувак, нет, я не буду тебе ничего покупать, вот, и мы ушли. Вторая его легенда была уже в следующий раз, когда я летела, по-моему, в Париж, и опять я его встретила, он говорил, что ему не хватает 20 евро до билета в Милан, якобы он летит в Милан. Мои друзья говорили, что он к ним подходил и просил деньги на багаж, что якобы ему не хватает за багаж заплатить. Опять был Милан, в общем, вот примерно такой вот у него план на то, чтобы людей развести, либо на билет, либо на багаж, либо на поесть, вот три варианта можете выбрать. И потом я встретила его в третий раз, и уже это было смешно, и я как-то так забавно к этому относилась. Когда в третий раз он ехал с нами на эскалаторе, там такие два эскалатора во втором терминале, мы стояли на одном, он стоял на втором, и он опять начал про свой Милан, я ему говорю, чувак, блин, пожалуйста, не надо, потому что это третий раз. Вот, и он начал кричать матом, ну, как-то так, знаете, он был на безопасном расстоянии, далеко, мы просто уехали, я не обратила на это внимания. И вот четвертый раз я приехала встречать подругу в аэропорт, приехала с сыном, мы заходим в кафе, садимся и видим, что за соседним столиком сидит он. И мой сын, поскольку он его тоже видел три раза, он оборачивается и улыбается, говорит, мама, смотри, вот сидит тот самый мужчина. И он это заметил. Он сначала смотрел на нас, знаете, вот он не понимая, да, мы узнаем, или мы слышим русскую речь, или мы как-то его обсуждаем, то есть, а он с кем-то по телефону там говорил. И он, видно было, что вроде как узнает, что он нас уже видел, а вроде бы можно и попросить что-то. И он подходит, начинает опять, здравствуйте, Милан, и Саша, и Илья, я не помню даже, кто из нас, говорим, чувак, это четвертый раз. Он меняется в лице, он начинает орать матом на все кафе, он начинает говорить, что он разобьет мне лицо, что я проститутка, что там, ну, в общем, знаете, трехэтажным, про то, как он найдет мою семью, про то, какой, в общем, ну, я даже не могу это повторить, это нельзя повторять на ютюбе, я, в принципе, эти слова все знаю, но когда они складываются вместе, это просто что-то ужасное. Я, ну, не представляла, что в общественном месте можно вот так вот человека оскорблять. При этом сидят люди рядом, никто не обращает внимания, что к женщине с ребенком подходит какой-то агрессивный мужчина. Он подошел очень близко к нашему столу, и я ему так показываю руками, тихо, типа, тихо, 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 не надо кричать. И он начинает на нас плевать. Тут я понимаю, что происходит что-то не то, что он правда может меня сейчас ударить, потому что он просто, знаете, у него глаза кровью наливаются. Я встаю, и, ну, единственное, что я могу сделать, это пойти к баристам. Я говорю, Саша, пойдем, я беру ребенка. Этот продолжает орать, он продолжает орать, сыпать проклятиями, как он мне переломает ноги, и, в общем, ну, просто абсолютно неадекватно себя вести, плеваться. Никто не подходит защитить, ни один человек просто не встает даже со своего места. Все просто с интересом наблюдают, что же происходит. Я подхожу к баристу и говорю, слушайте, на меня нападает человек, он мне угрожает физически, он плюет в нас, ребенок тоже стоит с такими глазами. Бариста единственное, что делает, говорит, ой, да, я его знаю, и кричит ему, иди отсюда. Тот продолжает орать, но уходит, он понимает, что я уже иду за какой-то защитой. У нас было время между тем, вот как мы приехали, и временем прилета моей подруги, и я думаю, я это так не оставлю. Я сейчас пойду на стойку информации, я вызову полицию, я приду к полиции, я на него напишу жалобу, потому что так вести себя нельзя. Я правда часто летаю, я часто кого-то встречаю, и я не хочу каждый раз приезжать в аэропорт и бояться. Я иду на стойку информации, там стоит такой щупленький студент, молодой, я ему объясняю ситуацию, еще Сашу прошу, говорю, переведи, что значит, как будет по-испански, что он плевал, я все кроме этого могу сказать. Саша переводит тоже довольно эмоционально, на что этот студент мне говорит, да, я его знаю, вот этого человека, да, он здесь в аэропорту у нас постоянно отирается, он здесь живет уже несколько месяцев, но, вы знаете, полиции нет. Я говорю, ну мы же в аэропорту, но такого ведь не может быть, чтобы в аэропорту не было полиции. Он говорит, ну нет, сейчас нет полиции, потому что уже 10 вечера, и полицейские ушли спать. Я говорю, то есть на весь второй терминал, это огромный терминал аэропорта. Я говорю, нет ни одного полицейского? Он говорит, нет, есть сотрудники службы охраны, вы их дождитесь, сейчас вот вы вместе с ними там напишите какое-то заявление или что-то. А где, говорит он? Я говорю, я не знаю, где он, он уже ушел, но он по ним понял, что я жаловаться сейчас пойду, то есть ему странно было бы продолжать за мной бегать по аэропорту, тем более, что денег я ему точно не дам и точно подпорчу малину, если он будет приходить, там, подходить к кому-то еще к русскоязычным. Я стою, жду, и спустя, наверное, минут 20 приходит сотрудник службы охраны, это, знаете, такой человек, ну, как вот охранник в пятерочке, коренастый маленький мужичок в жилетке пенсионного возраста, который говорит, ну, давайте я вам сейчас, вы встретите кого вам надо, и я вас отведу к полиции. Я думаю, ну, аллилуйя, слава богу, сейчас встретим и напишем заявление. Встречаем подругу, я ей объясняю, говорю, сейчас мы пойдем в полицию, потому что нас обплевали, обматерили, мне угрожали разбить лицо и сломать ноги, я это так не оставлю. И поворачиваюсь, этого мужчины нет, охранника, он ушел, вот, он просто ушел, мы стоим в аэропорту, реально нет никого. Я подхожу опять к этому баристу, и бариста мне такой говорит, что еще и ограбили, да? Я говорю, нет, слава богу, не ограбили, я говорю, где полиция? Он говорит, ну, вот там есть пункт. Мы подходим к пункту полиции, и, понимаете, не соврали, полиции нет. Закрыты ставни, закрыты двери, все закрыто, никого нет. Есть кнопка, знаете, если с вами что-то случилось, звоните. Я звоню раз, гудки, тишина. Я звоню два, гудки, тишина. Я звоню три, гудки, тишина. Просто тишина, пустой аэропорт, никого нет. То есть меня могли там, не знаю, все, что угодно со мной можно делать сейчас, ничего никому не будет. Окей, что делать, поехали домой. Гадкое абсолютно чувство, ужасное чувство, знаете, беспомощности, что на меня нападают, а сейчас, не дай бог, я поднимусь там к поезду, а там стоит этот же, и он реально может меня навалять, и ему ничего не будет. Ну, понятно, что я буду как-то сопротивляться, но я, в принципе, не дерусь. На выходе мы встречаем еще одного сотрудника службы охраны, я подхожу к нему, это тоже дедуля, я говорю, дедуль, где полиция? Он говорит, так нет, полиция. Он говорит, нету, 10 вечера полиции в аэропорту нету. Я говорю, как же так? Ну, я говорю, на меня вот этот мужик напал. Он говорит, да, мы этого мужика знаем, ну вот что делать? Я говорю, ну, жаловаться, я говорю, я хочу жаловаться, я хочу написать заявление. Он говорит, ну, какое заявление? Ну, вы же понимаете, да, нападать, конечно, плохо, но сколько воруют, говорит, это же тоже очень плохо. Я говорю, так может быть, хоть одного полицейского тогда на ночь оставлять, если у вас и воруют, и нападают на людей в аэропорту, а никто никого не защищает. И мужик мне говорит, да везде воруют, да это не только в Барселоне. У нас все нормально, и только на меня еще, знаешь, типа, что это я на Барселону тут наезжаю, что, видите ли, мне небезопасно Я понимаю, что окей, ничего нам не светит Мы пошли на станцию, там, долгий путь, мы пошли на станцию, поезда не было 40 минут, все, на все плюнули, решили, что поедем на такси И вот, когда мы уже возвращались к стойке такси, приезжает патрульная полиция, машина, и вторая машина побольше Я думаю, вот он мой звездный час, сейчас справедливость восторжествует Я подхожу к полицейскому, описываю ему ситуацию, говорю, что я вообще боюсь, он на меня напал Полицейский просто расцветает, он говорит, да, я его знаю, он живет здесь год Этот мужчина год живет в аэропорту Барселоны, он мне показывает место, говорит, обычно он спит здесь, но сейчас его, видите, нету Я говорю, вижу, что делать будем? Он говорит, пойдемте его искать А мы с чемоданом втроем, мы час уже здесь мыкаемся, ребенок Я думаю, окей, я это так не оставлю, я говорю, пойдемте искать Мы заходим в терминал, за нами заходят все полицейские, просто все полицейские, которые были в этих двух машинах И все стоят, и мы стоим Он говорит, его здесь нет, я говорю, ну, я вижу, да Он говорит, ну, скорее всего, он уже уехал в первый терминал, потому что он знает, что вы здесь Наверняка он понимает, что вы будете жаловаться, потому что, говорит, знаете, он очень на многих нападает Он никого не бьет, но он очень многих материт трехэтажным матом, угрожает тоже расправой, и люди жалуются Я говорю, а что делать? Он говорит, ничего, мы ничего не можем сделать Я говорю, ну, как вы ничего не можете сделать? Я говорю, то есть, ну, типа, знаете, как в России было, да, убьет, звоните Я говорю, то есть он должен меня побить? Он говорит, да Но это важно, что если он, например, просто вас заденет, это разное Если он вас заденет и случайно вот так тронет, и вы скажете, что он вас побил, то вы дадите ложные показания Тут важно различить, как именно он к вам прикоснется, насколько это будет агрессивно Оставит ли это какой-то след, оставит ли это синяк там или что-то Вот тогда мы сможем что-то сделать Я говорю, а если он плюет в меня? Он такой, ну, плевать, не преступление Я говорю, то есть, я могу плевать в него в ответ Ну, нет, потому что это нарушение общественного порядка Я говорю, а как, в чем логика? Я говорю, то есть, я часто летаю, я приезжаю в аэропорт, я боюсь его Ну, я реально его боюсь, я не хочу быть побитой Я не хочу быть первым человеком Окей, его из-за этого посадят, например, и то не факт, кстати Но я не хочу пробовать, я не хочу на себе это проверять Полицейский говорит, ну, мы постояли, я говорю, а что ждем? Он говорит, все, езжайте домой Я говорю, а заявление, может быть, написать? Он говорит, не, не надо заявление, я же знаю, как он выглядит Я говорю, а что вы ему сделаете? Он говорит, проведу беседу Я говорю, это максимум, что вы можете сделать? Он такой, да, я проведу с ним беседу Мы обязательно все, мы знаем, что вы его жертва Нам от вас ничего не надо Я говорю, ну, может, я данные свои оставлю Я готова заявление написать, у меня есть свидетель, который это видел Он говорит, ничего не надо, у нас, если что, есть камеры Мы его точно накажем, езжайте Но тут, понимаете, когда прошло уже полтора часа Мы были в аэропорту, я поняла, что ничего не будет Ничего не будет Ну, то есть, они ничего ему не сделают И мы поехали домой На следующий день, с утра, мой приятель присылает мне видео И говорит, а твой на посту Потому что я, ну, мой, потому что я про него пишу И в телеграм-канале, и в инстаграме Я считаю, что, ну, как бы, очень важно помогать людям, которые реально попали в беду И вот такие люди, как он Он создает, знаете, ну, вы понимаете, короче, да Вот этот барьер, когда каждый раз, когда к тебе подходит Кто-то с просьбой о помощи Ты должен 50 раз у себя в голове взвесить А точно ли это, ну, как бы люди в беде Или это мошенники И, возможно, в какой-то момент я не помогу людям, которые в беде Потому что я постоянно там нарываюсь на мошенников Я считаю, что это неправильно Он вполне себе, как бы, знаете, молодой, не калека Работать может, язык подвешен Он говорит по-русски, вот, видимо, и по-испански тоже Потому что я видела, как он однажды испанцев развел Я подошла к испанцу, говорю, слушай, ну, он же мошенник Кто-то говорит, ну, уже дал, типа, что делать Так вот, он опять ходит в аэропорту Ничего не меняется, ничего не меняется Несколько человек мне писали в инстаграме, что кого-то он пытался пнуть в спину Ну, то есть он замахнулся Кого-то он так же, как меня, материл У кого-то он там, ну, забрал деньги Ну, понимаете, с одной стороны, человек сам дал А с другой стороны, я считаю, что когда обманным путем, это забрал, это мошенничество В общем, вот такая история из аэропорта Барселоны Если вы пострадали от этого же мужчины Вот он еще раз Напишите, пожалуйста, в комментариях И я хочу коллективную жалобу написать на имя администрации аэропорта Пусть они разбираются, потому что, ну, несколько человек пострадавших Я, правда, не хочу бояться каждый раз, когда я приезжаю в аэропорт Если вы юрист, и вы знаете, что здесь можно сделать Тоже, пожалуйста, напишите в комментариях Я готова на любые действия Потому что я хочу и себя, и ребенка, и своих друзей обезопасить от такого человека Ну, и такой, знаете, это не то чтобы вывод, но это первый раз, когда мне реально захотелось уехать из Барселоны Мне было настолько противно от того, что на меня наплевали и обматерили, и угрожали Никто никогда в жизни мне так не угрожал, как этот мужчина Что я себя почувствовала, правда, максимально небезопасно Я прям поняла, что если, не дай бог, он меня побьет, никто меня не защитит Это очень неприятно В общем, не дай бог никому столкнуться с ним Еще раз посмотрите на него Не давайте ему денег, не подходите к нему близко Он, правда, опасен и агрессивен Напишите в комментариях Можете слова поддержки написать, можете совет написать Все, что угодно А мы с вами увидимся на следующей неделе Всем пока!